Проект «Город со цветочком» – проект, способствующий формированию культурной идентичности города Новоуральска, популяризации творческого наследия Урала и народных культурных традиций. Его реализация, наконец, состоялась, и в Центральном парке появились новые стрит-арт-объекты, стилизованные уральской росписью. Теперь в этом месте притяжения молодежи любой желающий может сделать уникальное фото, наполненное колоритом уральского творчества. Вместе с тем преобразились и скамейки, и детская горка, соответствуя общему стилю. Сегодня мы видим результат этого труда, который первый арт-объект у нас случился в городе. Казалось бы, обычный городок фирмы «Ксил», который у нас повсеместно присутствует в городе, но насколько этот формат, этот дизайн даже вписался в эту работу. Я думаю, что первые плоды, которые мы сегодня увидели, они обязательно должны прорастать и должны развиваться. Технически для строительства площадки понадобилось 10 кубов древесины, 50 литров лака, а в дальнейшем сюда привезут и 40 кубов песка. Руководство парка радо сотрудничеству с культурными организациями, ведь именно так у новых арт-объектов появится своя уникальная история. Мы очень рады, что художественная школа подключилась к нашей песочнице. Мы уже не первый год работаем с ними, и талантливые наши городские ребята, которые учатся в художественной школе, они могут сюда прийти и создать что-то свое, то есть оставить частичку себя. Для нас это очень важно, потому что они и сами себя реализуют, и оставляют след в городской жизни, оставляют след в парке. Молодые художники, готовясь к столь важной творческой работе, совершили настоящее путешествие по следам уральской росписи. Вместе с педагогами художественной школы ребята участвовали в мастер-классах от Свердловского художественного училища имени Ивана Шадра. Изучали деревянное зодчество в Нижнесинечихинском музее, побывали в Нижнетагильском музее подносного промысла и познакомились с новыми подходами к искусству в выставочном центре «Синара-арт». Особенно интересна техника выполнения работ. Есть даже некоторые иконы, где просматривается вот эта вот роспись именно с вот этим таким приемом двойного мазка, когда идет разбел, один краешек светлый, другой краешек темный. Особый прием. Но домовая роспись, она отличается тем, что она очень масштабная. Это расписывались огромные прям стены, большие размеры были. Измерялось это все ладошкой, то есть один элемент – это ладошка, элемент руки, на вытянутой руке, то есть это все были очень большие масштабы. И прием разбела здесь использовался немного по-другому, в отличие от современного этого понятия. Сейчас мы набираем на кисточку два цвета уже сразу и рисуем. А раньше это все сначала прописывалось под малевкой, и потом только оживлялось уже разбелом, беленькой линией проводилось. Мы живем в открытом мире, мы знакомимся с искусством разных народов. В связи с этим еще важнее показать собственную идентичность. Нам нельзя быть Иванами, не помнящими родства, поэтому мы учебные задачи решаем на таких темах, которые связаны с традициями искусства России, огромными удивительными талантами, которыми славится наша российская земля. Мы очень рады, что откликаются люди, откликается и наш отдел культуры, замечательно нам помогал во всем этом, и библиотека, и городской ресурсный центр, и музей, и практически все, и детская школа искусств, все, кто с нами сотрудничал, наши театры, все ощутили вот это прикосновение к традиции. Все участники проекта единодушно приглашают жителей Новоуральска насладиться уральским культурным наследием в Центральном парке культуры и отдыха и надеются, что их работы вдохновят новые поколения на создание новых шедевров. Евгений Таран, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.